Муниципальный новодел в Госдуме со следующего года готовится принять законопроект, который кардинально изменит всю структуру местного самоуправления. А будет ли праздник? Проведение традиционного дня оленевода в Сургутском районе под вопросом. Организаторы готовятся к нескольким сценариям праздничного дня. Вечерки зажгли в Египте. Знаменитый ансамбль из Сургутского района побывал на земле фараонов. Артисты познакомили со своим творчеством жителей Каира и Александрии. Субтитры предоставил DimaTorzok Сургутского района выкупило для реализации программы по ликвидации аварийного жилья. В 2022 году на реализацию жилищной программы власти Сургутского района планируют запросить у правительства Югры 2 миллиарда рублей. Этих средств должно хватить на выкупу застройщиков 650 квартир. Границы, бюджет и власть Сургутского района могут кардинально измениться. В Госдуме обсуждают законопроект о реформировании местного самоуправления. Если его утвердят, то со следующего года он вступит в силу. Андрей Трубецкой впервые прокомментировал реформу местного самоуправления и представил свою версию изменений в районе при новом законе. Авторы законопроекта предлагают создать в России городские и муниципальные округа. Район как географическая единица может уйти в прошлое. Принятие нового закона позволит убрать большую армию местных депутатов и глав муниципальных образований. Не исключено, что руководитель муниципального округа будет только один, без дублеров по деревням. По мнению главы Сургутского района, данные поправки позволят закрепить давно наметившийся политический тренд, направленный на укрепление федеральной власти на местах. Достаточно сложно в федеральной власти, власти субъекта требовать и ожидать результата, когда вот здесь на местах, ну скажем так, существует как минимум два мнения. К примеру, главы района и главы поселения. И хорошо, когда эти мнения совпадают на одни и те же вещи. Когда, ну как лебедь и щука в разные стороны, то результата, наверное, сложно ожидать. Поэтому, как минимум, управляемость в данном случае, мне кажется, повысится. Однако законопроект еще на стадии обсуждения вызвал жаркие дебаты. Одни считают, что люди будут лишены права выбора, другие убеждены, коррупции станет меньше. А вот контроль за мэрами станет строже. Ведь назначать и отстранять их от должности будет губернатор. Андрей Трубецкой предлагает дождаться окончательной редакции закона и тогда уже делать выводы. При этом глава уверен, что, скорее всего, Сургутский район больше не будет прежним. Руководители и границы могут поменять место своей дислокации. Ведь основа предстоящей реформы – это укрупнение территорий муниципалитетов и сокращение их общего количества. Возможно, такое развитие событий и такая редакция закона, что Сургутского района, а, не будет вообще, б, его не будет, и, скорее всего, с вероятностью в 99%, его не будет в тех границах, которых он есть сейчас. Как вариант, Солнечный, Барсово, Белый Яр, возможно, возможно, еще раз говорю, это не значит, что я этого хочу или там вангую, что называется, да, войдут в состав городского округа, город Сургут, вот, Федоровский. Но, опять же, да, тут надо смотреть по численности, по объему промпроизводства. Вполне возможно, тоже может претендовать на статус города. По предварительной версии нового закона у руководителей будущих городских и муниципальных округов прибавятся работы. Их начнут оценивать по единым показателям эффективности. За плохие оценки чиновник будет отчислен. А за все свои хорошие и не очень дела отчитываться напрямую перед губернатором. При этом смотреть руководителю муниципального округа придется еще шире и дальше, чтобы увидеть, что там, в самых удаленных, обезглавленных деревнях происходит. Ну и последнее. А что, собственно, с этого народу? Ну, прибавится работа у мэров, нагрузят полномочиями и обязанностями. Критики власти даже этому порадуются. Кажется, что от изменений населению не холодно, не жарко. А если вдруг котельная или труба зимой выйдет из строя и средств на ремонт не хватит, вот тогда и жители почувствуют холодок от реформ. Если муниципалитет разделят на разные части, каким станет бюджет и политика власти? Вот и главный экономист Сургутского района обеспокоен этим вопросом. Полномочия все те же самые, которые по 131-му федеральному закону, ничего нового не добавляется. Здесь, наверное, вопрос было бы уместно ставить по-другому. Не перечень, не набор полномочий, а бюджетная обеспеченность. Но прежде чем, скажем так, нагрузить полномочиями, давайте деньги дадим. Давайте деньги на эти полномочия, сколько их там по проекту, 27 или 28 закрепляется за муниципалитетом. Давайте сначала дадим хотя бы в минимальной степени финансы, а потом будем уже спрашивать. Однако не столь важно, как именно будет выглядеть модель территориальной организации муниципалитетов или как будет широка их компетенция. Главное, кто будет у руля муниципального новодела. В Сургутском районе началась активная подготовка к празднованию Дня Оленевода. Основные мероприятия по традиции планируется провести в деревне Рускинская. День Оленевода – настоящая визитная карточка Сургутского района. Праздник ежегодно собирает множество туристов. В район съезжаются представители коренных малочисленных народов Севера со всей Югры. Вот только состоится ли праздник в этом году? Все подробности у Маргариты Стройновой. К традиционному Дню Оленевода Сургутский район готовится сразу по трем сценариям. Оптимистичный, пессимистичный и умеренный. Причина простая. Пока не совсем понятно, как будет вести себя коронавирус в ближайшие полтора месяца. Пока в администрации Сургутского района планируют начать праздник 19 марта в Ленторе, Нижнесартымском и Вульт Ягуне. А 26 марта сделать громкий заключительный аккорд на традиционной площадке в деревне Русскинская. Если по полной программе будем проводить, то мы будем проводить с двумя концертными площадками. Будем проводить с дополнительной еще у нас одна локация интересная. Мы собираемся сделать, но пока не буду делиться этим. Но это будет локация, я думаю, востребована. Именно она будет в этнографическом стиле. Традиционную программу планируется немного изменить. Организаторы хотят отказаться от не самых зрелищных соревнований. Например, от метания тензиана на хорей и от прыжков через нарты. Для участников эти развлечения, конечно, представляют определенный интерес. Они дают возможность заработать дополнительные очки. А вот зрителей собирают мало. Но программа все равно обещает быть насыщенной. Все традиционные наборы соревнований будут. Кроме того, мы хотим еще дополнительное запустить. Один вид соревнований – это так называемый бег на подволоках, то есть бег на лыжах за оленем. Но некоторые соревнования, может быть, исключены, потому что не сильно они востребованы. Противоковидные меры безопасности будут усилены. На праздник допустят только привитых граждан – и зрителей, и самих участников соревнования. Мы не будем рисковать. Лучше усилим меры безопасности, но будем понимать, что мы защищены. В прошлом году мы рискнули, усилили меры безопасности, и у меня ни одного заболевшего случая не было после праздника. Опыт прошлого года дает повод рассчитывать, что Роспотребнадзор разрешит провести главный праздник коренных народов в Сургутском районе. Письмо в надзорный орган с просьбой согласовать проведение праздника оленеводов в условиях пандемии администрация Сургутского района уже направила. Ответ рассчитывает получить 10 февраля. Лучше быть готовыми, чем быть не готовыми. Поэтому если отменят, ну, к сожалению, это произойдет. Если нет, то пойдем по полной программе. Если где-то высечено в формате, то значит что-то будем менять, но все равно этот праздник проведем. Все структурные подразделения администрации и сельского поселения Роскинская уже тот план мероприятий, который мы наметили, уже выполняют. На этой неделе югорские творческие коллективы вернулись из большого турне по стране фараонов. Египетские гастроли проходили в рамках перекрестного года гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Музыкальные, театральные, танцевальные и художественные коллективы из шести муниципалитетов Югры знакомили египтяны и соотечественников за рубежом с культурными и народными традициями русского севера. Сургутский район представлял ансамбль «Вечерки». С каким впечатлениями вернулись артисты солнечного Египта узнала Анастасия Аладинская. Зажигательные, яркие и душевные. Услышать коллектив «Вечерки» в Египте собралось не только русскоязычное население, но и местные иностранцы. Такому творчеству не мешают языковые барьеры, тем более, что репертуар так и подбирали, чтобы иностранцы всё поняли, а заодно и прочувствовали глубину русской души и культуры. Это отрывки из песен «Валенки», «Калинка», «На горе колхоз». Эти песни тоже невозможно не узнать было. Я говорю, что с нами и танцевали, и пели, и хлопали, мы не чувствовали, не ощущали языковый барьер. Русскоязычное население нам подпевало, а египтяне хлопали, кивали, улыбались, кричали и даже махали нам с зажжёнными телефонами. Участников международного проекта «Русский Север» подбирали тщательно. В делегацию вошли только лучшие коллективы Югры, в том числе и представители Сургутского района. Ансамбль «Вечёрки» в шорт-листе оказался не случайно. Этот творческий коллектив – один из самых опытных и титулованных. Его артисты преподают в детских школах искусств, а в свободное время выступают на сцене. Опираемся мы на одно и то же правило. Нас интересует русская культура. Хорошие песни, красивые песни, казачьи песни. Они бывают как весёлые, задорные, забойные, так и лирические. Вот в чём уникальность казачьей песни, что она всегда от сердца. В поселениях Сургутского района около трёх тысяч артистов самодеятельных коллективов. Власти всячески оказывают им поддержку, помогают населению творчески самовыражаться и развиваться. На эти цели ежегодно из бюджета выделяется по 10 миллионов рублей. На эти средства артисты покупают аппаратуру, костюмы, оплачивают гастрольные поездки. В Солнечном есть народный хор «Лира», у нас народные хоры есть на Белом Яру, Рябинков Барсова. И когда мы их поздравляем с какими-то датами, мы всегда говорим о том, что создать коллектив легко. А удержать, чтобы он работал на протяжении 5-10 лет сложно, потому что люди должны приходить, они должны чувствовать отдачу от руководителя, им должно быть интересно. Ежегодно в Сургутском районе проходит конкурс среди самодеятельных коллективов. Победители получают денежные призы. В детских школах искусств тоже поддерживают творческий потенциал преподавателей и ребят. Для них устраивают отдельные конкурсы. В Белоярской дыше есть гусли в аутентичном варианте, именно так, какими они были раньше. В Ленторской детской первой школе там курай – это башкирский инструмент. Теперь творческие коллективы Сургутского района ждут в Санкт-Петербурге. На гастроли отправятся танцоры ансамбля «Задоренко». На этот раз вместе со взрослыми поедет и детская группа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова